Необыкновенное чудо Наполняло чем-то невосполнимым душу, которая жаждала красоты, гармонии и любви. Невозможно описать, как это подействовало на нее и дало толчок дороги, ведущей в замок счастья. И душа уносилась все дальше и дальше, вглубь этого божественного замка. Он все разрастался и разрастался, и наконец вырос то, что можно назвать великим словом божественной благодати, включающей веру, надежду, любовь и безмерное счастье. А душа все летела и летела, покалилась прекрасная музыка из нетр прекрасного инструмента. Было в этой музыке что-то печальное, но все равно безмерно прекрасное. Невозможно было оторваться от нее, насколько только она была дивной. Постепенно звуки музыки начали стихать, и их последние отблески лились ровным золотистым цветом. Душа начала возвращаться назад к той минуте, когда еще не было даже намека на блаженство от мелодий, подаренных высшим разуму. Все возвращалось на круги своя. Ее плавные взмахи плавника, казалось, плывут в крутговороте воды. Она жила в аквариуме. Для нее здесь был создан целый мир, состоящий из мелкого речного песка, маленьких крупненьких камушков и зеленых растений, зовущихся водорослями. Также золотая рыбка имела свой замок из пластмассы и морских ракушек. Ее соседями были медлительные улитки, которых она хотела постоянно расшевелить. Но это ей не удавалось, так как при столкновении с ней они просто забирали свои домики или падали на песчаное дно аквариума. Ей было очень одиноко среди этого зеленого подводного царства, ведь не было ее сородичей, таких же золотых рыбок. Правда, когда она была маленькой, у нее были братики и сестрички. Их вместе с ней подарили на день рождения хозяйки. Но почему-то никто из них не выжил, и так осталась она одна. Сколько раз думала золотая рыбка об этом. Почему я одна, спрашивала она. Почему я не ушла вместе с моими любимыми братьями и сестрами в тот далекий, неизведанный потусторонний мир. Но на эти вопросы ей никто не мог ответить, так как никто из элиток или водородствий одиночества не испытывал. А кто этого не испытывал, тому никогда не понять в муке одинокой души. Так и жила наша рыбка, пока тоска не поглотила ее полностью. И она так и умерла с надеждой на то, что там, в том далеком мире, увидит всех своих близких и никогда больше с ними не разлучится. Я вам поведала историю о простой золотой рыбке, но в этом есть скрытый смысл, касающийся нас с вами. То, что переживала золотая рыбка, маленькая доля части того чувства, что переполняет человека, живущего в одиночестве. Хочется вспомнить слова из известной песни «С любимыми не расставайтесь». Так давайте будем просто любить, прощать все ошибки и никогда и ни за что на свете не расставаться. Мир и любовь всем вам! Легенда «Золотой рыбки 2» Люди, отдумайтесь пока не поздно, прекратите разрушать свой и без того хрупкий мир. Созидайте, любите каждую травинку, цветочек, голубое небо над головой. Ведь именно от вас зависит ваше же будущее и будущее ваших детей. Любите мир, в котором живете, и он ответит вам тем же. В суматохе дней минувших пролетает жизнь и нить. В ожиданиях грядущих мы в судьбе лицо глядим. И судьба то была склонна, то сурова, то вредна. Но всегда дает уроки и подарки по делам. Мы порой боимся думать, мы ропщим перед судьбой. Но всегда зовем на помощь ее светлые тона. И она нам помогает все понять и оценить, чтобы дальше без ошибок мы могли свой век прожить. Сто дорог с замками, сто ключей любви. И из них одну лишь суждено найти. Мы идем по жизни собственной тропой. А ключи порою поросли травой. Нелегко заметить, нелегко найти. И бредем по жизни все мы без любви. А когда находим ключики свои, не всегда дорогу суждено найти. Пусть же всем на свете жизнь дает лишь свет, Чтобы той дороге отыскался след, Чтоб по жизни с милым шла бы ты всегда. И любовь с тобой вечная была. Я тебя с собой позову. Я тебя с собой позову. В мир любви и счастья увлеку. Ты пока не веришь, ну и пусть. Я тебе с экрана улыбнусь. Я тебя люблю, только лишь тебя. И тебе дарю я любовь не зря. И печали нет в мире, где любовь. То только солнце свет будет сердце вновь. Сердце будет вновь. Чему быть, того не миновать. На судьбе расписаны сюжеты. Перестану больше горевать. Пропою в судьбе свои куплеты. Все, что суждено, пройду. Я пройду быстрее без утраты. Я найду в любви свои приют. И дождусь у неба я награды. И не стану больше унывать. Ведь уныние грех огромный. Лучше буду от любви сгорать. И душа моя сильнее будет. Я не буду ждать любви побед. Я не буду ждать любви признаний. Я не стану больше гореть спать. И душа моя счастливей станет. Так. Стояла поздняя весна. Рассказ о размышлении. Стояла поздняя весна. Большой сковер из разнообразных трав. На каждой травинке находилась по капельке дождя. Каждая капелька струилась, переливалась. С всеми цветами радуги. В ней нашло отражение могучее и большое яркое солнце. Да и сама трава стала ярко стеленой и сочной. Между этой яркой зеленью изредка виднелись головки желтых одуванчиков. Их цвет так вписывался в окружающую зелень. И только еще более подчеркивали всю дивность природы и мирозданий. Рядом возвышалась стройная березка. Она была нежной, беленькой и чистенькой. На ней виднелись нежно-зеленые юные листочки. И тут я услышала пение птичек. Птички пели настолько дивно, и их трели нежно ласкали слух. Что я поняла, жизнь прекрасна. Все в ней гармонично создано и необходимо. Возле березки росла трава. Нежный и ласковый ветерок равномерно раскачивал каждую из травинок, которые напоминали морские волны. Все вокруг было так прекрасно. И тем более дивно, что все это находилось не где-то за границей. Она находилась у нас, в России, рядом, в пыльном грязном городе, в простом полисаднике, рядом с обычной средней общеобразовательной школой. Люди, оглянитесь вокруг, раскройте ваши глаза. Красота рядом с вами. Надо только уметь ее увидеть, уметь услышать все богатство природы. Ведь все создано только для нас. Размышления о человеке. Изгибы, плавные линии, круговые движения. Все это заложено в нашей жизни. Все это заложено в нас. Леты и падения. И иногда трудно оставаться человеком. А что есть человек? Человек – разумное существо, но иногда такое бездомное, легкомысленное. И вечно что-то ищущее, и недовольное. Но ведь так можно и дойти до края, до точки, из которой возврата уже нет. И некоторые потом удивляются в своей неудавшейся жизни. Горе от ума. Думать необходимо правильно, и тогда все будет в жизни отлично. Невозможно иметь все и сразу, иначе было бы неинтересно жить. Природа, Бог просто так жизнь не дает. А дает для того, чтобы человек имел возможность своего развития, своего роста. Только некоторые люди, в настоящее время большинство, начинают деградировать. Деградацию получают благодаря ведению нездорового образа жизни. Живи правильно, стремись к гармонии, красоте, перепрограммируй свое сознание. Благо сейчас имеется столько духовной литературы. Ходи в церковь, верь в нашего Творца, который на самом деле хочет, чтобы на земле наступил рай, и люди были счастливы. А мы его обижаем своим неверием. Но ведь без веры, без программирования своего разума невозможен рай. Начните с себя, не осуждайте, не обсуждайте других. Они такие же люди, и судить их имеет право только Бог. И верьте только в хорошее, верьте в добро, и да поверье вашей будет вам. Надоело жить в неком круговороте негатива. Хочется найти, наконец, свое счастье, обрети его и уже никогда не терять. Но где же его отыскать среди множества бездушных тел, среди тех, для которых важна лишь материальная сторона? Не дано нам это знать. А так бы хотелось оставаться человеком, когда другие превращаются в низкие существа. Вот так живешь, к чему-то стремишься, а тебе в один прекрасный момент заявляют, что ты никто, что живешь ты не по тем понятиям. А где они, ваши понятия и ваша мораль? Никогда, слышите, я не приступлю нравственные законы. Жизнь находится во власти Всевышнего, и только он имеет право ее отнять. А вы хотели, чтобы переступила черту, за которой находится тот, чье присутствие наводит ужас. Я не желаю становиться его рабой. Лучше я останусь нищей, голой, босой, чем перед ним присмыкаться и перед его прислужниками под отниц. Никогда такого не было и не будет. Вы думаете, разрушили мою судьбу, отняв у меня самого дорогого человека? Ошибаетесь. У меня еще хватит сил противостоять вам и вашему повелителю. Он так мал по сравнению с Богом, ведь его творение гораздо сильнее и красивее. Размышления о неудаче Неудача – это подвид удачи. И ты не знаешь, может быть, твоя кажущаяся неудача в данное время всего лишь защищение дороги для большой удачи в будущем. Просто надо посмотреть на неудачу с позиции удачи и стойко ее вынести, принять, так как Бог нам ее дает, чтобы мы пересмотрели свои взгляды на окружающий нас мир и наше в нем значение. Только надо стойко выйти из неудачи, стать победителем, которым может стать любой человек при правильном душевном настрое. Например, вам не повезло в личной жизни, ваш жених вам изменяет, и вы, узнав о его измене, тут же решаете с ним порвать. «Эта неудача вас испугает. Что же меня ждет в будущем?» – спрашиваете вы. Согласитесь, многие задавались этим вопросом. «Почему я? Ведь я такая красивая, талантливая, а он меня предпочел какой-то страшной, нежуразной макаки». Все дело в том, как вы на это посмотрите. Может, он вам просто не пора. И пусть он сам выбирает в себе путь свой. А вы через некоторое время знакомитесь с таким молодым человеком, который вас души не чает, ничего для вас не жалеет. Так кажущаяся неудача переросла в удачу. Просто необходимо было освободить, расчистить для нее удачи почву, а для этого пройти так называемое испытание, посланное нам Богом. Будьте мужественными. Ни в коем случае не привлекайте к воздействию седативных препаратов, лекарств, наркотикам, алкоголю. Все это, кроме негативного воздействия, на ваш хрупкий организм не принесет. Просто переждите, и вам воздастся. Можете отдохнуть, принять расслабляющую ванну с травками, посмотреть комедию, почитать книгу, прочитать молитву. И ни в коем случае не подавайте все ныне, которое является одним из грехов и может повлечься с собой только коре. Помните, что в будущем вас ожидает только хорошее и доброе, и все будет хорошо. Не унывайте и не сдавайтесь никогда. Удачи приходят к тем, кто продолжает упорствовать тогда, когда другие отступились. Помните это на пути к вашему счастью. Надо не пугаться своих ошибок, а извлекать из них уроки. Ошибки, которые мы совершаем, всего лишь порождают нас жизненный опыт, который, накапливаясь, перерастает в мудрость. И всегда надо прислушиваться к своей интуиции, которая нам дана свыше Творцом. Надо жить с ней в ладу, ведь через нее мы познаем неизведанный нам, скрытый от нас, как шесть глаз, тонкий мир. Тонкий не в плане широты, а в плане божественном. Он не осензаем нами, но всегда присутствует в нас. И ад, и рай существуют внутри человека, их мы можем сами себе взрастить. Зерно земного рая нам дается при рождении свыше нашим Творцом. Зерно же ада получаем через других людей, здесь же на земле сыгры Грозла, называемым Дьяволом, который имеет тоже свои знаки, означающие смерть, хаос и разрушение. Наш внутренний мир, нашу Вселенную, наш ад и наш рай мы можем увидеть во сне, только если очень этого захотим. А еще во сне можно увидеть свое будущее или божественный, неземной, параллельно существующий наш мир. Надо научиться быть уверенным в себе человеком, искоренять свое недовольство собой. Каждый человек уникален по-своему. Надо научиться принимать себя таким, какой ты есть, стремиться к совершенству, гармонии. Прежде всего, облагожаживанию своего внутреннего мира, рая. Любите себя, полюбив себя, мы будем любить мир вокруг себя. Ведь тогда мы не позволим разрушать окружающий мир, природу, топтать цветы, убивать птиц, животных, которые радовали нам душу. Мы научимся созидать, не допустим войн, которые рушат нашу жизнь, где кроме позора, унижения, крови, смерти, ада, ничего нет. Мы все сюда пришли не случайно, и каждый из разродненных частей может создать все целое. Надо стремиться к совершенству всех деталей. Тогда будет гармония целого мира. От нас, и только от нас зависит наше благосостояние. От нашего созидания зависит воссоздание внутреннего рая, который преобразит окружающий мир. И наступит рая, и на земле наступит эра гармонии, любви, красоты. Эра, где не будет больше войн, где будет много любви, солнца, тепла, взросленная, словно пул, земля возле посаженных нами деревьев. В многочисленных парках много каруселей, библиотек, музеев, цветов, ярких, теплых раскрасок домов. Всеобщая аура добра, мелодичная и красивая музыка будет повсеместна. Эта эра близится, и мы должны ее поторопить. С вами была Дора Люкс. Благодарю за внимание.